зрители добрый день ну что ребята да тарахтелась эта муфта блин гидра в общем как шуранула дня два назад тут это масло блин вся машина в масле заехал немного обмыл ее блин чем рассыпалась она походу тарахтела тарахтела на тарахтелась сейчас буду снимать заказал новую так вроде отмывал ну тут вообще просто караул тревога смотрите в общем ее она влево вправо видите ну и и так я телефоном дергаю и не видно видно в общем разлетелась это балалайка мне тут все в масле блин что-то поотмывал сейчас надо генератор снять снять эту муфту блин не знаю пока еще блин мороза нету надо может или керхером это все вымыть у меня тут все в масле было блин ну сколько мог еще на мойки самообслуживание обмыл тут просто были задница была а еще это подписчик говорит как раз по трассе ехал ростовской подписчик говорит шо валера масс не едет я все там едет эти все более сколько можно было поотмывал блин так-то движок весь сухой был но только тут все так рама блин все блин бочина блин так в общем что-то буду предпринимать с этой гидромуфта что-то надо ребята делать потому что блин потому что приехала хотел делать это все летом до лет она не дожила блин так все пошел я снимать с вентилятор не отпускать общем блин тут караулы чё было бы ты же еще керхером достал чё по умывать чё не по умывать блин в общем снял вентилятор модер доступ нормальный генератор снимать не буду тут и так можно подлезть в общем фишка какая звонил мне паренёк они у меня там женька иногда смотрит меня тракторист мой бывший купился маза они он купился камаза совок с мазовским мотором я хочу за хрена говорит не могу ремни вытащить тоже у меня вискомуфту эту я говорю потому что неправильно поставили вот эту тягу ну коромысла как его там обозначить в общем ни хрена у него ремень даже не пролазит там то есть его и наоборот ее поставили она туда ушла но это же помните когда-то когда ставил говорю что какие-то дебилы поставили и наоборот и получается вот эти коромыслы обшкивки ну обшки вот этот передний терлась в общем который мы с виталиком сбить не могли потом как бахнула там она улетела выше гаража ладно это неважно в общем в итоге в итоге ребята сейчас компрессор надо освободить час сейчас надо компрессор ремень а со ну все в масле блин вот у меня тут тоже блин ремень рвался на помпе потому что она подтекала ну сколько 17000 она проехала и все их она сейчас разберу покажу дальше чё там сейчас ремень надо освободить вот сверху вот эту трубку снять хана мазурик чё ребятки в общем чё вам скажу бы в общем вот этот люфт открутилась гайка на этом просмотрел шестеренки все там нормальном состоянии но когда ее вытаскивал гайка осталось а шайба походу упала вниз я так думаю что шайба по-любому там ставятся сейчас покажу в общем открутилась вот так гайка она терлась общественную хорошо что она не заклинила ничего поэтому вот этот люфт и получился здесь я не знаю но тут по идее должна стоять вот гайка тут должна стоять еще шайба я просмотрел в новых они вроде стоят но такая как сказать не тут шестерня все целая и и не побила ничего но когда я снимал не знаю что увидите резьба подзали за на и хорошо на полом не упал а то б я был приехал бы нормально вот теперь не знаю что делать там все по вымывал блин тут жопа блин а в общем придется мне сейчас лезть сливать масло снимать на ребята поддон тут я все вымыл все здесь целое айки шмайки все целое вот а вот это срань она упала вниз шайбочка понятно что может быть она была она там может ее там не было вот но я глянул вроде вот если вот это хлама на но передняя крышка я там по своим видосам посмотрел некоторые там чуха на хрень ты снимаешь но снимать для того чтобы свое потом смотреть в общем получается блин получается полная задница блин очень походу туда шайба это шляпнулась айка вернее не айка шайба шумно здесь снимать поддон на улице не летом и алис ребята надо мне полез из потому что отсюда во я попробовал в общем тоже еще система блять чтобы снять эту хрень надо ролик открутить вот крутил он тут на нескольких на трех винтиках в общем я думаю что если она провалилась то она провалилась поддон такая ребята задница млянь ой